все задержку выстил сейчас такой только воды попил сразу пропотел не слабо и ну хорош но турник сегодня успел хоккей рычка эти здорово не заметил я чуть-чуть а теперь и вижу я тебя и Так, ну что, ребят, Блай против Архангела. Он фаер Блай, он же переименовал я стримчиком, начался, да, начался стримейшн. Ща на Team Liquid добавлю к Варди Викли я свой плеер. Все добавил, все отлично, короче. Ну и смотрим мы в Варди Викли, Блай бьется у нас здесь. Быстро я вернусь, не волнуйтесь. Я уже вернулся там у вас. Так, все лишнее закрыл. Ну и посмотрите, что делает Блай, ребят. И Тиран нашел эту прокси-хату, в общем-то. Отменяет Блай скор... А, Блай делает, кстати, то же самое примерно, что делал Дарк против Бьяна, вот. Но он делал со скоростью собак, а Блай делает без скорости собак, соответственно. Дарк ту игру проиграл, но в итоге выиграл матч, как вы видели. Блай уже реведжеры, но здесь уже и бункер, как бы, то есть, к Блайу уже готовы. Все, поэрболы падают на депуху. Начинает вычинивать ее Архангел, эту депуху. Все, депуху Блай накрыл. Надо другую атаковать с другой стороны сейчас. Еще лаба нет, то есть танк еще не строится. А реведжеров четыре штуки уже. Чуть бункер не погиб здесь. Ну, чуть не считается бункер. Не, погиб, надо депуху добить Блайу срочно. Хорошо, зашел, смотрите. Ой, как Роучим затанковал! А Кицарь вообще еще и в реведжеры его превратил, а оппонент его просто не успевает вычинивать бункер. Да это 1-0 в пользу Блая, посмотрите. Не, ну, Блай на опыте, таким тем, конечно. А Архангел это совсем не бьян. Здорово, RGTT. Вот. Архангел это вообще не бьян, нифига. Ну и Блай исполняет, конечно. Пе-пе. Что-то унизил вообще просто. По-поям, смотрите, абсолютно одинаковый. Что самое интересное. О, это 2-0, уже вторая игра была, оказывается. Ну, надо искать, куда ворваться еще-то. Акас есть еще кое-моему. Аверс есть. Вот он. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. wave to Продолжение следует... 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 Блин, короче, что-то Миша все молчат. Где там, чего там вообще? Вот. Не хотят кошелёк пока освобождать, походу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Задержки я скажу, что еще нет. На самом деле уже... Да, Аверс против Френда. Бьется Аверс, Мех Тиран. И Френд обычный такой зерк. В смысле обычный. Не то, что он мертвый какой-то, а в том, что он... Ну, не тот зерк, который там в онлес фармхастов каких-нибудь играет, как Мех Тиран именно, Аверс исключительно Мех Тиран. Вот. Ну, Френд в последнее время неплохо играет. Я видел, что он очень крутых игроков проблевал там. Так что, будем смотреть сейчас. Аверс, Мех Тиран. Да, у Аверса счет 0-0. Посмотрите здесь, какая штучка делается. Это очень ранние хелбаты под пресс, под куш, видимо, третьей базы вероятный. Плюс выход в грейд, плюс 1. Вот. И... Ну, соответственно... С циклоном, витом давления. И выход в мех стандарт. И вообще какие-то минки здесь делаются. Что это? Почему это? Как это вообще? Ну, вот как-то так. Не знаю. Минки, они на мой, видимо, вперед пойдут. Или это оборонительные минки исключительно, я даже не знаю. если честно. СССР готов! СССР готов! СССР готов! Так, спасибо, ребят. Кто поддерживает? Наверное, кошелек освобожден. Акейра поддержал ваш канал на 1012 рублей и сообщает, давно не поддерживал. Вот. Спасибо, Акейрыч. Спасибо тебе. Большое. Вот, как говорится. Спасибо всем, пацаны. Короче. Лаги? Не, по идее, не должно лагать, ребят. Не знаю, что там у вас может быть. Наши войска атакованы. С другой стороны, может, какие-то и есть лаги. ХЗ, короче, пацаны. Здесь ждут хелбаты вообще, хелбасьонс, просто конкретно. Хату ножигают, третью. Прогоняют хелбатонов ручи сейчас. Френдовские. Третья хата живет. И все замечательно. Здесь криптуморов просто два сюда ставят сразу же френд. То есть, они пойдут вот в этом направлении, вот сюда, и потом сюда, через центр, вот это все дело пойдет. Можно одного сюда, криптумора, одного вот так вот сюда, и потом сюда. Через все это дело. Спасибо всем за поддержку, короче. Что там у нас прижит, понимаю? Все отлично. Наши КСМ атакованы. КСМ готов. КСМ готов. КСМ готов. КСМ готов. Зададим им жару! Разработка завершена. КСМ готов! Полный вперёд! КСМ готов! КСМ готов! Пристройка завершена. Ребята, писал про фрезы, не знаю, что такое. Сейчас я проверю, что там влагает. Сейчас я посмотрю, у меня как. У меня всё отлично. Может, это с провайдером какими-то, что где-то косяки. Я не знаю даже, в чём дело может быть. Они у меня тоже лагают, кстати говоря. Так, фрезы потом отвисает, короче. Так, пацаны, фрезы отписал, надеюсь, всё там нормально будет. У Аверса плюс две атаки всю игру пропустил за этих призов, короче, и кошельков там, и всех дел. Вот. У меня всё замечательно как бы, я не знаю. Там даже не просто не проседает ничего, ни пакетов, нет потерь, ничего вообще нет. В общем, сейчас следоков отчисля отпишет, всё нормально. Это у меня, я тогда с опстар сделаю, короче, попробую после. Вот, может быть, и просто опс как бы ничего не выдаёт, а действительно у меня, не знаю. Так, там четвёртая цеха попёрла, хату Аверс в центре отменил, 2-1 грейды будет. У Аверса пока 2-0, а тут 2-2, кстати говоря. Тора вычинивает, надо отвезти, нельзя так далеко от танков Тора уводить. Тут пытаются зайти Фрэнт сверху, заходят и, кстати, подловил Аверса здесь, он очень жёсткий. Танки на перераскладке, хелватов вообще нет практически. Сплит очень неплохой, демонстрируют там коврайзер. По коврайзере я вот. Гражу. Фрэнт, конечно. Так, с ура, надо роучку купить. Хелбатами сжечь. Рабочие высиливали Тору, он бился как лев, но покромсали его маленькие собачки. Плевает, вот. 2-4 КСМ Аверсу будут бить. Он у ЦТХ, четвёртая занята, кстати. Он отбивается и у него всё ещё нормально будет. Ведь здесь ещё хелбат, в контр-карасе 7 дронов выбивает. Месторождение минералов. ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! Так, отлагало. Это спасибо ледоколу, чё он на месте. ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! Экипажу занять боевые посты. ТСМ готов! Ответный огонь! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! Так, спасибо ледоколу ещё большое. И да, мне не придётся прерывать запись, как бы она выложится нормально на YouTube полностью, да, без обрубков. И что он на месте. И Миша на месте, пчелёк освободил. Всё оперативно, короче, ребят. Ну ещё марафон идёт ещё до конца апреля, всем напрягаться с этим марафоном. Пацана, кто работает на гудгейме, ну и фактически тем, кто работает в стриме. Вот. Всякие, всячины. 18 дронов минус. На третий и на четвёртый Аверс просто выжигает до тла всё. Ай-яй-яй, какая дичь вообще творится. Ну, опасно, опасно это для Френда. 38-55, лимит Аверса больше. Я думаю, это не просто опасно, это, скорее всего, уже 1-0 в пользу Аверса. Затренился. Вот, блин, всё б ништяк было. Вот научился, по-моему, на таком уровне ещё био играть. Но это просто реально дохрена тренировок, конечно, так просто не научишься. Вот, но если бы у него был ещё такой уровень био, у него, в общем, уровень бы скакнул бы сейчас. Он ответственно так же подходил, да, как бы тренился просто жёстко. Потому что мягу он, как бы... Ну, потолка достичь тоже здесь нельзя, конечно. Ну, блин, подстраиваться сильно будет, результатов не достигнуть. Наши войска атакованы. Так, 17 дранченских минус. В очередной раз. Скука Аверс на жопу. 57 в этой игре. Аверс хэппи чуть ли заменяет юный плодаван. Ну, хэппи по три сотки уже, гал. 57 это для него так один заезд удачный был, поэтому... Ну, правда, в итоге по экономике всё равно вровень шёл. Со многими. Ну, такой тут кулак, я вам скажу. Шесть торов, танков просто семь штук. И хэлбаты идут вперёд, там тоже немного... И есть и циклоны, и есть и пару викингов. Даже если сложно, что залететь будет. Идёт вперёд хэлрейзер, а у него тут... Не, ну, у него локус-то есть, у него есть свармпосты, но тут слишком много армии тирана, и свармпосты падают. Короче, надо танки складывать. ГГ пишет. Хэлрейзер... Поднатренился, Аверс, поднатренился. Вторая карта у нас какая? Фу, блин, чё я хэлрейзер это всё приплёл сюда? Извиняюсь, ребят. Проксима станции. Где у нас Проксима? ucci. Проксима полеяens identification он смеет. Оксима помех с ним илиア打 має всё. Так что, придёт спокойно. Ну、 我дём всё... Проксичь не восприятий у нас. Всё. Всё, приём сегодня наakeю нас, миром приняли нанем, мир раствор... и физ и медиц pasar... Так, чё там такое? Так, погодите. Так, погодите. Так, погодите. Ну всё, погнали. Так, погодите. Так, погодите. Так. 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 1-0 аверс, погнали. Так. Так, погнали. Так. 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 Какая сетка? Вот эта сетка? Да, здесь сетка вся будет отыграна, конечно же. Так. 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 Четверть финалов, может, на нормальные матчи, на полуфиналы. Там, я не знаю, кому это будет интересно. Вот. Этот турнир, конечно, полностью весь сейчас будет играться. Так. Рипер полетал. Выход ЦЦеха готово. Ну, Рипер ЦЦеха в факту геликов, в общем-то, делается здесь. Слецы. Так, секундочку. Так, что-то не 24-ка, если у нас ворона прокатались. Надо пальцы снять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ребят, я все просрал, извиняюсь. Сегодня я просто говорил уже, что ходил на турник и что-то вертолеты летают боевые. А именно, Mi-28 я видел силуэт, ну и пока бежал не успел, сейчас подснял маленько, потом посмотрю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, нет, в гаражом у меня не разобрался никто ничего, но... Как бы... Помаленьку разбираются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Короче, там разрешение-то есть просто на гараж, просто они, олени, построили как бы в наглую на проходе, ну а можно как бы... Нормально построить Так, Аверс с каким-то корейцем будет сейчас сбиться, не знаю кто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Дина там вертолютов летает. Стоп Чё они разлетались-то? DimaTorzok СССР готов! СССР готов! Командный центр улучшен! СССР готов! Ребят, извиняюсь, не мог не посмотреть. Авиацию люблю. Там штук восемь просто вертолётов. Нифига себе. Такого вообще никогда не видел. Ученики-то, походу. Так, ребят, ну Блай против Келлажура. Говорит, что Риппермен, видимо, Келлажур. А Риппера в первой игре делал. И Блай уже 1-0 ведёт, он говорит. Я не знаю. Новая королева создана. Кстати, Минато с Элаевом бился, походу. Если Блай победит, сам с Элаевом будет убиться, судя по всему. Ну и в четвертьфинале Аверс уже может выйти туда Блай. Теоретически Минато и КАЗ. Блин, а у меня и велик-то. Сейчас у Лёхи там в ремонте. Так. 2-1-0 и чизит здесь, что самое. Роучи двигаются вперёд, видят Келлажур. Роучи прекрасно. Вот здесь Банша. Здесь Блай не получится дэмэджи кого-то дикого нанести. Так. Да нет. У нас на 9 мая ника авиация не было. Тем более, на 9 мая просто проход. А там как бы... Или что-то они. Похоже, улучшения какие-то. Может, в этом году я тоже про парад сегодня думал, когда на турнике был. Может, решили авиацию в этом году привлечь к параду тут в Пскове, я не знаю. Но... Не уверен я что-то. Так. Здесь гелик от циклона Ванши. Войска Роя атакованы. Королева успешно создана. Войска Роя атакованы. Войска Роя атакованы. Так. Ну, тут Влая что-то пришел гелажора унижать сейчас. Роучи ревеладжерами... Точнее, геликами... Колбатами, циклонами, баншами... И, походу, все-таки быстро не будет здесь. Здесь, походу, будет у нас... Хотя нет, гелажор еще пока не победил далеко. но в лаве тяжело отбиваться. Смотрите, здесь рабочий вожор просто наунижал. Роучи пошли вперед. В лаве контратаку ломанулся, но нет, здесь ничего не выйдет в лаве. Королева не строится. Банша на муве в спорку здесь тыкнул и сливается. Так, приходит гладь. Ну еще, конечно, не 1-1, но что тут можно сделать с двумя роучами и реводжером против баншей? Смотрите, Так, 2. Все пропускают. Авиация летает, блин, все, я тут что-то это. Ладно, стремить тоже надо работать. Сейчас велик заберу. Кончится этот турик, пойду свой велик заберу, прокачусь. Посмотрю, что к чему. Вот, блин, где-нибудь узнавать бы такие новости, ка это все. Поехали, поснимать бы, чтобы где-то узнаешь. Так, ну, 109-91. Затянул в лай игру еще при этом всем. Я думал, что сейчас уже кончится. Но нет, нифига, что-то не кончается. Да, пусть Блай тащит, пусть 2-0 будет, я не знаю. Ну, тут очень тяжело 2-0, конечно, делать, потому что 13 роучи у Блая и больше ничего. А здесь 2 танка, здесь 2 банши, здесь марики, ё-моё, ну, кстати, марик стоит. Отступает Блай назад. Роучи, так вот. Сплит, роучи вплотную к марикам побегают, чтобы сплэш забрать на себя, но минус все, в итоге это 1-1, ребята. Ну, тут весь прирост откиллажура вперед двигается, точка сбора уже у Блая. Блай пищи, ТГ. Сейчас зайдем. Роучи, ТГ. Парк, 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 Парк. Роучи, ТГ. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Как в укуринах, можно даже сказать. Чувак, зацени, какая погода-то изнатая. Вот. На время первых пойдешь? Я тоже сегодня хочу сходить. ТСН готов! ТСН готов! ТСН готов! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Королева успешно создана Так, ну что, пацаны, всё Больше не отлегаюсь Вертолёты тут кипиша навели Вот Ну, сегодня Не будем в ночь мы Стримить, как вчера и предыдущие Не, потому что завтра ещё С утра будет и... Блин, всё-таки гаунлет ещё вечером будет Ещё гаунлет А, ну там какой-то аматеуры Ладно, клинт с ним, с гаунлетом Новая королева создана Завтра GSL супер-турнамента продолжение Потому что на нём будет Сконцентрироваться, соответственно Так, минусует киложур Криптумор Криптумор Неприятно, но ничего не поделаешь Блай тут лингов подмасил, кстати, играет А стенки-то у киложура ещё нету То есть сейчас гелики уедут сбоку Вот так вот и бежать сюда И нормально можно сделать всё Что Блай пытается сделать сейчас Киложур, кажется, заметит, что собаки к нему побежали Чё Блай делает-то? Видно же, что стенки нет Всё, попёр вперёд Здесь собаку Чени собаку Выжиг рабочего и киложур Ну и ЦЦ Пока Блай соображал, блин Здесь ЦЦ, но её можно быстро отменить Очень, смотрите Прибегает Блай на ЦЦ Как он накидывает, скиллажур назад Убежал ЦЦ, отменить придёт скиллажур А он не отменил Минус 400 уже И минус рабочий сейчас Сколько рабочих минус? Четыре уже рабочих минус Ну всё, четыре, хорошо Пять, пять Рабочих минус А Мариков не минус? Не, Мариков вообще была не минус Ну, вот этому пацану повезло Его сначала начали говорить Чтобы он забыли про него собаки Так, гелики в сух пошли Геликов восемь штук у киложура Кстати, свичи в био я пока не наблюдаю А вот бараки только добавляются Да, плюс два барака пошло Стимпак надо делать Как можно быстрее Ну, блай нужно роуч в урон Нужно как-то отбивать Геликов-то восемь Они сейчас нажечь могут Нормально Чё оверты летают здесь? Не пойму Очень хочется Марика этого загрызть на пяти хп Ну, хе Можно, конечно Не, пять собак, возможно, сделают Укус один на его минус лук Ну, это минус пять собак будет Зачем на такой размен? Так 48 43 Короче Парабам Приехал киложур 14 дронов Просто минус Ну, то Где оборона-то? Видел лайт? Тысячу лет вообще Видел, что здесь геликов столько Ну, если роучи не успевают Закажите собак побольше Пусть их будет Двадцать там пять, я не знаю На этих гелионов На крипе-то можно окружить И подбрить их неплохо Так Нужно дронов восстанавливать Блай это делает Грейды тоже делает Вихтер роучи поставят Два роучи плюс четыре Шесть будут Есть банши Есть марики Марики Сейчас овера минус Ну, третья цсфа киложура полетела Пока у киложура все очень даже замечательно Ускал в этой игре Блай делает очень ранний хайв Дарка решил рубить, что ли Как он сегодня в такой билд с хайвом ранее играть Ну, не знаю Какой хайв Какой ранний Ооо, на девенадцатых лимитов Сапплай блок Семь оверов То есть семь соток Блай просто вкладывает в оверов Сейчас рабочих пятьдесят Ну, нахрен семь-то Закажи ты четыре пять Когда строятся сразу дронов Просто штук Ну, там на все личинки Штук десять, двенадцать А теперь оверов закал Ну, и есть сапплай А дронов-то нету Просто меньше, чем у тирана При этом всё мблай И вон личинок, смотрите, сколько свободных Просто Ну где дроны-то? Ты чё ждал-то ему? Они уже выйти могли Эти дроны, бля Какие-то косяки-косяки, отвлайдись Такие моменты Усну-то нужно учиться таким моментам У него всё прямо в плане заказа рабов Там Как по линейке, короче говоря Идеально просто Так, здесь линги пробегают Так, фаербулы от Блая Баншу одну сбрил, вторая выжила Кстати, Микоза-то ублая А, нет, там королев, честь Всё, Микоз ублая Нет, два Микоза есть Ещё Макелажор отступил, понял, что ловить здесь нечего А Блай чё? Маленький без щитов, без всего Надо было и Микозам-то развивать Успех, бля Блай решил, что ультра сейчас всё решается Кстати, ультра может всё решать Смотрите, по ресурсам-то уже на 3-4 ультралиска будет Как когда делается ультра каверн Даже может быть Хотя не было, я вложился в 2-2 Не, ну без 2-2 тоже никуда, конечно Как без 2-2, что она там сделает ультра Четвёртую хату делает сейчас Но всё равно на пару уже есть ультралов Пока доделается Хотя, да, сейчас ещё 150-150 грейд Да, сейчас заказать все грейды Пару ультралисков было и заказать Чуть позже третьего Сейчас 6 соток газа будет в ближайшее время Вот Всё, ультрал каверн готов Сразу нужно уникально играть в ультре Да, 2 заказа на ультрала И ещё сейчас на одного побыстрее И собак Четвёртую отменяет Киложок спокойно абсолютно В это время дроп на мейне Блай наблюдает Дропчик улетает Дропчик не зашёл здесь В это время крип минус И четвёртую минусую Киложок Так, один роуч придёт Чё Блай делает, да? Можно словить было всё Киложур вообще не видел Что здесь Роучи пришли Если всё сюда пришло Микос бы просто на медивайке Минус медивайке И всё, до свидания Ну и 4 ультралиска Тем не менее Блай делает И ну как Пока нормально Пока нормально Хотелось бы экономику Чтобы Блай немножечко Ну 57 маловато Всё-таки экономики Хотя здесь уже минералы кончают Здесь это всё нормально добывается Просто четвёртая Нет, только четвёртую Сейчас надо дрону добавить Там, дистанц майнинг Или как Что угодно делать Так, собаки накидываются Киложур внимателен Замечает Улетает Еще Блай 2 направление Одновременно берёт И вот эту базу Эту Ультралов 4 уже есть И 3 заказано 7 сейчас будет Блай идёт вперёд До готовности Уникальной брони Что ты делаешь Блай Ну что за косичмен Королеву Вообще непонятно где Блин Ультра сваливает Киложур сканет Ничего не пропалил Протрансьюзил Ультралов Одного хотя бы Второй Полудухлый Так и остался Эту хату отменяет Киложур Дальнюю Четвёртую Отменяет Короче Блай только бегает Сейчас хату Своя отбивает Ну 6 ультралов 4, 10 Сейчас будет Там кстати Либерфов-то нет Два вот Старфорта Заказать Киложур Понимаешь Что ему Либерат Если ничего не делать 10 собак Давай 4 роуча Прибежал Кик 10 Там 6 или 8 собак И 4 роуча Прибежал Конечно Киложур Хату не отбили Киложур 2, 2 Просто зафокусил Вот Блай Сейчас вот эти Ультралиски Выдут Надо идти Если он не пойдет И ничего там не убьет Киложур ДГГ ему будет Просто Блай Ну вот Посмотрите 184 Нужно Сколько 8 12 лимитра Ну Нужно 3 овера Блай делает 8 500 минералов Никуда Нахрен Никуда Запас Хорошо В оверах Ну какой запас Когда ты бичуешь На 57 дронах Блин Надо же такие моменты Тоже рассчитывать Блай конечно Реально Ну сильнее Блай Сейчас никто и не играет В 8 мг У нас получается Но Такие ксеки у Блай Тоже блин Нелепые Какие-то идут Постоянно Так Микоз Просто дикий Прошел первый раз Но В итоге Просто Блай Второго Микоза Не было А ультра Была далековато Где-то Ультра Заходит Копчет танк Миквайерполы По био Заходят Микозы будут Еще или нет Где Микоз Блай Вот же есть Молоко Микоз Молоко Просто Прошел Еще есть Микозы Есть Инфестеры Блин Неужели Не кинуть Микоз И ультрой Не сбрить Нахрен Все это Дело Блин Что Инфестер Так По либераторам Микоз заходит Одного Либератора Пытается Минуснуть Одного Минусну Блай Пытается Уйти Инфестера Килажор Хочет Потрить Бороду Блай Не инфестера Но Вторым Микозом Сбривает Инфестера В итоге Бороду Не бороду А сбрил 164 180 Полиамет Блай Еще ультра Устро Ну Неудачная Атака В этой Атаке В одной Надо было Убивать Килажора Она Какая-то Сумбурная Все Толпится Ничего Пройти Не может Вперед Микоза Блай Не успевает Часть Кинуть Часть Успел Конечно Противник Атакует Рабочих Войска Роя Атакованы Опухоль Атакована Так Ну что тут Короче Пришел Килажор Обложил Лай Просто Разных сторон Ультрой Заходит Ну а блин Ребераторов То нечем Законтрить Ребят Здесь Лай Хоть Био Растоптал Но по земле Это все Горит Вообще Три Либератора Остались Блай Идет Вперед У него Да Есть Ультра Ну куда Блай Бежит Вот Четвертую Иди Уноси Вот Здесь База Иди Уноси Собаками Причем Там Надо А Блай Куда Бежит Всеми Сюда А здесь Кто Будет Убивать Или Блай Здесь Базу Не Видит Все Прекрасно Зачем Сюда Здесь Просто Субтеки Блин Врай Сюки Ультрала Развели Что Ли Похоже Стакан Воды Одного Похоже Что Блай Минус Здесь Четвертую Не вижу Чтоб Он Что Сделать Смог Еще Рабочий Дрон Второй Покрашил Бай 32 Дрона Минус В это Время Либератор На Треть Ай Ай Унижает Унижает Кеважор Просто Нет Утрас Уникально Он Давно Амором Блай Сразу Практически Доказал Его 6 Брони У него Нормально Брони Уже 3 3 Правда Там Баншам Скорость Либератора По 4 Штуки Это Проигрыш Для Блая Пока Что Конечно Он Будет Сопротивляться Еще Но Маловероятно Что Здесь Что Он Сделает Уже Так Кеважор Без Скилла Вообще Кеважор Навес Г3 Место Занял Вообще Очень Неплохой Игрок Он Не Третий Ну Какой-то Нормальный На некоторых Нормальных Туриков Очень Круто Отыгрывал Кеважор Очень Неплохой Игрок Другое Дело Что Нужно Обыграть Уж Ничего Танкатического Он Не Демонстрирует Так 240 По Лимиту Либераторы Приперлись Сюда Последняя Блайя Сверх Пытает Зайти Ну Караптеры Нужны Понимаете Блайя Не хватало Экономики Это Все Правильный Микс Но Чтоб Дальше Биться Продолжать Нужны Были Караптер Ему А он Блин Здесь Наломился Десятни Релоджера Так а Либераторы Расплечены Не вместе Штук 7-8 Как-то Там Это 24 Фаербола На 8 Либераторов Кинуть Еще В разные Места Это Откуда Вообще Возьмется То Все Тяжело Так Мародера Вместе С Либератором Накрылось Сейчас Блайя Все Сопротивляется Ну 150 200 Лимит Меня Это Очень Беспокоит Зеленка Там По Медивакам Пошла Еще Зеленка На Медивак Келлажу Там Развел Сейчас Караптеры Первые Появляются Караптерами Что делать Лететь Вперед Ну Блайя Ничего Умнее Кроме Трех Караптерами На Мариков Полететь Все Минус Все Караптеры Ну Что За Бред Вообще Сначала Ультой Ломиться Караптерами Лететь Они Крошат Землю Эти Срезают Либераторов За счет ТП Ультралов Они Конечно Гибнут Но Либераторы Тоже Срезаются Некий Размен Идет Но Он Даже Караптером Короче Гасты Уже Где-то Пью-пью Вот они Пью-пью Так Еще Либератор Блая Ну 2 158 Это Агония 5 баз Тирана Вот они Добывают Все Крайние Блайп Гуляет Как Тут Вот Голи Ну Просто ЖЭСТ В Расли Сны Перят Либератора Накрывают А ведь Хорошо Все Начиналось Прям Замечательно Для Блая Один Ультрал Да Ему Не надо Даже Боли С Ф Ф Ф Ф ГГБЛАЙ пишет. Так, Аверступеру проиграл, Минато проиграл Элайву, Элайв ту скиллажур, Кин проиграл, Каз проиграл Кину. Кин Тейлз, Элайв киллажур, Нерч Билл, кстати говоря, у нас здесь будет или уже идет. Гвардии две минуты, как раз, наверное, он в этой игре и есть. Гвардии две минуты. Гвардии две минуты. Гвардии две минуты. Доскать. Гвардии две минуты. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Халявного овера подбрил В этом даже призмы у него нету Не, он просто к центру пошел Тут как бы у нерча все хорошо У него просто немерено юнитов Тут летит мутка, продолжается харас В общем, пробочка еще 4 штучки нерч подрезал Белое делает выход Так, два овера тут просрет сейчас нерч На фаер болел очень-очень много Вынужден Белое отступить назад У него апсервера нету даже Так, в каком, на американском играют серверы? Ты что же собирался там был? Почему-то не зачекинился У Варди часть турниров на Америке, часть на Корее Проходит обычно, как бы, у Варди Викли Следующий, наверное, на Корее будет Американский сервер вполне поиграть может Чусь я нерча здесь просто насливался на... Нету бэйнов просто, вот и насливался Ну, все-таки, все-таки Выдержал, отступил Белую Призма нет Довар по нет Или, кстати, до Варди не дошло Вот, что я писал, походу, пока, да Но потом увидят И я тяжел, что-то не учитывал А, они, как будто стены на Белую И, как будто ты нижний, как будто бы Дамбучи с этого произошла Что-ки constituents Или, что бэйнов Чуще из этих штук Дисплей и стены на спейзе Распорт. Очень хорошая наградка Белая, на их тик Срезмертоль Срезмертоль Белый Это изменение Встремьбы И все-таки Адумда Белого Срезмертоль Это Присплейки Белое Номер Какой-то странный звук. Подумал, опять вертолет или это айткулер, походу, шумит. Как-то странно. Так, адептовцы заходят. Разорвал просто Биллу и Нерча здесь мясо просто. Ну, Нерч пока держится, прирост большой. Собаки пошли в атаку, адептов, ой, дроны пошли в атаку. Адептов там, кстати, нет. И Нерч, смотрите-ка, с собаками выскочившимися сейчас. Еле-еле, но отбивается. Блин, ну вот по три реводжера на... На этом, на... Как его на... Ну, вы поняли, на... Дестабилизаторы отдавать, не очень. Так, дестабилизаторы Нерч Брилл. Призму сбрил, смотрите. Здесь плетка одна есть, единственная. И она просто невероятно сильно помогает. Она, смотрите, как натыкала там просто сзади. Реально, она в спину пока-то там оп-оп, ходит армия. И, блин, кто там тыкает-то в спину все. А эта плетка тычет, ема, она столько дэмэджа нанесла. Реально ударов 15, она там затыкала, если не больше. А эта дэмэджа просто, ну там, 500, наверное. 15 по 450, по 30 дэмэджа, она по тяжелым, по-моему, добьет. То есть по адептам даже не 30. Так, адепт заходит. У 4х, то у нерча опять по лимиту он в плюсен, в хорошем. Так, элайва с киллажуром. Ну, лимиту с киллажуром, да, никто пока не стримит. Ну, а че, как бы. ТВТ я нерча билу и хотел посмотреть больше, потому что матч интереснее все-таки. Упен-вайт от Вардонца пошел, захожу. Все, я здесь, отлично, короче. Кто хост? Вардик, хост. Да, что ему респект. Все, сейчас из игры будем смотреть, пока рассмотрим. Здесь 171-109, победа нерча. Ну, если нерч победит, дальше супер будет, кстати говоря. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, все, я здесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ребят, ну тут пул первый, короче, у нерчика. Собаки уже бегут отменять Нексусон. Так, погодите. Почему? Так, ну это не Нексус первый. Или это Нексус первый? Да ну, какой Нексус первый? Нексус только строит, здесь уже кибернет. Так, еще два Гейтанексуса. Супер. Эскейп нажал, отменил. Сейчас пилон, минус будет. Здесь Дилок адепт, Дилок будет на рампе, конечно. Нерч еще и про... Так, еще и пилон сбрил. Проверяет в КГ, видит Дилка и уходит просто. А что ему тут делать? Конечно, уходить надо. Так, опу, ты-то. Выгляни в окно. Посмотри, ты там не в Европе случайно оказался, не интегрировался. А также встань, посмотри, ты там не на бутылке сидишь, братан, ты что-то, ну... Фантазия у тебя какая-то. Больная немножечко. А может, даже и не немножечко. Твайлайт пошел, ребят. Плюс еще адепт появляется. Все это двигается вперед. Так, газ на мэне, плюс два на второй. Роуч Ворон, третий Хаттли пока нет у Нерча. 30-28 парабанках. Ты вроде пришел, вроде Нексус отменил. Но в итоге, блин, супер просто... Точнее, Билуи спустился. Просто Нексус восстановил и все. Точнее, Билуи спустился. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не, не понял пока ничего Камень поковырял В итоге стенка-то хорошо зашла Что адепты не смогли попасть Но сейчас обсуд Сейчас можно было бы вообще крип вычистить Снюю Так, что там за видюхи? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас собьет он эту призму В это время роучами ловят адептов Кстати, они уже со скоростью Давай кроши хоть двух этих Не отпусти За тремя зайцами погонишься Ни одного не поймаешь Гнался бы хоть за двумя За тремя адептами Решил нерч Фокуснуть их Ни одного не убил В итоге мутка летит К Билу и нерч Что здесь сможет сделать? Здесь ничего нет Ни Пилона, ни Мазеркора Нерч нормально Здесь все сможет сделать Выбиваются пробки Билу и вообще не реагирует Никак Пять рабочих уже минусов Всего-то на всего Это шесть мутарисков Делать Десять, одиннадцать Как же жестко крошит мута Конечно Во втором StarCraft Первом так жестко Шесть мутарисков И крошили Вот как во втором Сто тридцать на сто восемь Здесь идет Ол-ин Жест Жестенький Причем Ол-ин Так Эволюшн делается Файербулы поперли Билу и пытаются Двести Сталкера потерял Так На мэне Сталкера Везде Сталкера Двадцать пробок Нерч уже убил Кстати Если Билу Сейчас тупо Будет пробок Восстанавливать Фат убьет Третью У него нормальная ситуация Будет Вполне По-моему Нет Чего наверное Было Сейчас Хотя как он В оборону Все сейчас Пускал То есть Юнит устроил Ну Мутки мне показалось Надо было бы добавить Немножечко Но мутки он не смог Добавить Так Оверчаж на мэне На третьем Вообще ничего Нет Пилон может Популять Вот этот вот Пилон Вообще тоже Слабенький Во втором Старкред Ну вот это что такое Оверы просто По центру Летают На муви Отдают Три овер Трифть минерал Три пробки Еще нерч подрезал Можно было Еще подрезать Сейчас Но улетел В итоге Везде тут Сталкер Убил Можно подняться Сейчас Здесь Эволюшн Минус Ну Было бы Дистанс майнинг Нерч уже делает С дальней базы Получает В чем Газла Дистанс майнинг Идет Еще На 15 штук У нерча Это очень много Фаерболов Будет Если они зайдут То нормальный Дэмэдж Пролетит Пробсу 61-46 Парабам Нерч Все еще Молодец Восстановился Парабам В плюсе И нормально Все Короче Муталевские Висят Тут рядом Регенится Пока В районе Второй базы Пролетает Мимо Сталкеров На камне Пробить Нерч Одно направление Вообще Не дейфит Сейчас Получается Вот эту Вторую базу Может зайти Спокойно Туда Чейджинга В центр Надо было бы Послать Чейджинги Выдвигаются Вперед Билл Увидит Иллюзию Фаерболами Нерч задел Убил Вторую Коготь Серенжовую А так Убил Убил При этом Греды По нулям У него Даже Фаржи Нет Насколько Я вижу Да Даже Фаржи Тупо Нет У него Совсем Уже Дичь Какая Убил Адреналин сразу пошёл и Грейтер Спайер. Блин, сейчас Грейтер Спайер запалят. Спалил Грейтер Спайер. Хайп спалил. А, шпиль вообще не видел даже, кстати. Но должен подозревать, что бруды будут в ближайшей перспективе. Очень много бэйнов. Короче, у меня у тебя 18 реводжеров, 11 роучей, 28 лингов, 25 бэйнов и сейчас ещё 14 бутсов. Видите, нет, линги не показываются в морфившихся бэйлингах, они просто никуда не показываются. 20, сейчас 40, офигеть, такой микс жёсткий. Покатушки будут готовы, плюс 2 через 6 секунд. Рейнжовая атака тоже там через несколько секунд будет готова. Всё, бэйнов уже 45 штук, очень жёстко. Так, идёт атака. Пришёл билую, его просто покромсал. Нет, ну с трёх сторон напал. Вот ключ. Позиция грамотная. Зашёл, билдов билую не смог нормально наставить. Просто минус призма, ГГ даже билую расстроился что-то. Хе, минус нулевого просто дико. Так, кинг в полуфинале, Тейлса убил. А билую против супера. Ой, нерч 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 против супера. Так, рейтинги Все забейте на эти рейтинги Вот Но, к сожалению, Россия Образованием сейчас не может грамотно похвастаться Продолжение следует... 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 А, вот он идёт. Так, ну нерч за... Ой, четыре, нет, три фаербола выстрелы сейчас супера. На четвёртой есть энергия. Ну, нерч проблевает его уже сейчас. Ну, последний раз я когда супера видел, он абсолютно мёгкого отыгрывал, не помню, с кем. Игей его, изи для нерча просто. 1-0 Так, к Инселайвам будет второй полуфинал. Так, прыгаю в игру. Игра. 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 called. Так, так. Вторая игра, ребят. Супер против нерча, 1-0 нерч ведёт уже. Так, не доплюсовали. GSL Super Tournament доплюсуйте, ребята. Ну что-то, иди на окно. Что по времени-то у нас? Блин, ё-моё. Вот я олень. Когда шёл сюда стримить, начинал бегом пробежал, специально набрал номер, воду хотел на завтра заказать. И просто балбес так телефон позвонил, положил, а никого не позвонил. В 4 она ещё работала, контора, сейчас уже не работает. А ещё можно было на пятницу, возможно, место было, а то там кончается. А теперь хрен там, короче. Ну, танк неодолимый, короче. Говоря, надо будет купить бакла в 5 литров. Вот. Или 8. Ребят, всех приветствую. Людей не так много нас. Пильную рекламу давно не пилил. Спасибо всем за плюсики. Помните, будешь поддерживать на меня и мой канал, подписывайтесь на премчики, отключайте от локи. Вот. И по реквизиционе через плеер поддерживайте, естественно. Помните про то, что 13 мая стримфест в Москве будет. Уставки интересны. Помните про стримфест 13 мая? Уставки интересны Рексис, там рефералка есть. Ну, делайте ставочки. Если кому-то это интересно. Так. Даршанчик тут делает у нас. Четыре Дарка супер делает. То есть будет Харас на мэне. Ну а Нерч играет стандарт сейчас абсолютный. То есть получается в роуще со скоростью. Три хаты не сильно раскачанных сразу же. И этот стандарт неплохо работает. Вторая призма летит. И Нерч увидел эту вторую призму. Королева на мэне минус. По дронам тут начинает супер атаковать. Шпильнер сразу же делает, для того чтобы призму сбить в перспективе. В это время еще одна призма пролетает. Тоже тут дарки будут подварки. Но это стильзестовский. Вот этот билд. Такой. Так. На мэне что спорку минусную? Ну да. Минусную спорку еще судя по всему. Достаточно Нерчуроващий будет. Восемь дронов еще построил. Четыре Дарка. Плюс еще два Архона. Да. С двух сторон, короче, Архона Харас. Вот такой билд интересный. Многие сейчас, наверное, будут стараться играть с двумя призмами билдом этим. Тренироваться просто. Ну, зачастую заходят, а иногда дезерги нормально дефятся. То есть тут важно очень исполнение. Нужно синхронно уметь харасить двумя этими призмами Архонами. Тогда будет неплохо получаться, конечно. Ну, этот вот четырьмя Архонами, вот что он боялся. Восемь роучей. Тут они просто потрошили бы этих роучей. Пару можно было бы забрать, да улететь. Поля отрегенились уже, не знаю, супер, что-то улетел. То есть он недостаточно харасит. Ай-яй-яй. Хм. А теперь уже и залетать страшно будет. Вообще удивительно, как призму не отдал сейчас. Рейнджовая атака у Нерча. Скорость, дальность гидрей. Здесь чаржи эморкла делают. То есть будет какой-то выход на чаржи эморкла плюс Архонов. Вот супер. Опасный выход. Какой-то дроны поехали-то. Нет, что такое поехал-то. Где точка сбор, дроны-то поехали? Куда дает? Что это было? Семь дронов просто в центре поймал. Супер, во прикол. Короче, поперли они хоть нелепо. Су-36-140 по элементу. Здесь переварп идет полный. Похоже на один-один. Я не думаю, что Нерч здесь отобьет. Сильный выход. Тяжело отбить. Королев может, конечно, и гидра есть. Но роучи спереди недостаточно. Бейлингов нет. Это тоже катастрофа. Потому что бейлингов нет. Поначалу держался. Нет. Но сейчас видно, что хипер продавливает. Ну и видно было, что вероятность продавит хорошего. Без бейнов. Тяжело отбить. Делки просто прыгнули и убили. Идут два архона. Барьбула на рамку. Трг, что там Нерча? Протса значок поставил. У него часа бомбит в последнее время. От Протса прям бомбит у Нерча. Один-один и третья решающая. Нужно, погнали. Музыка в их right. Музыка в справа. Да, она хоть раз�ует. Mal Каке, отcelок μETろaded. Музыка люб альмика на верт teorейней во сне. Ну оيف. У нас теперь вероятность alltid. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, третья карта, ребят. Ну и посмотрите, супер делает контр-билд нерчу просто сейчас. Я думаю, что таким началом это уже печаль. Так, собачки забегают. От нерча. Ну это, кстати, похоже на предыдущую карту. Первую, что ли, или какую-то. Сейчас нексус нерч будет пытаться. Два адепта делаются. Нексус не просто успеть отменить, он быстро строится достаточно. Но хп сейчас начали падать, и вот 8 лингов уже с значительной скоростью сгрызают. Нексус минус, эпилон, конечно же, минус будет. Ну сейчас зато... Адепт выйдет, и собак сейчас не отпустит. Точно. Супер. Или отпустит. Отпустил, нерч, вообще на третий нексус. Ныкался. Адепт, вперед погнали. А нерч заходит, еще раз нексус отменять. И ведь отменят, но супер понимал, что тут все-таки 3 дзерк. Но это все успеет отменить, все равно, смотрите. Да пытайся ты загрызь уже, адепт ему, ничего не сделаешь. Так, собак, нерч, свища, ну. Часть собак уходит. Летит супер вперед. А нерч уходит к нему назад, сюда. Возможно, пробку пытается сгрызть. Ну нет, пробку тут тяжело сгрызть. Пилон пытается не лишь подгрызть. Дома, кстати, есть собаки? Да, есть собак по 5 штук дома. Так, демодженого адепта подрезал нерч. Зажимает здесь одного. Он успевает уйти. Но рабочих не потерял, это самое главное, что можно здесь сказать. А тут, понимаете, здесь глефы. А у нерча ни муа, ни роучи не будет вообще. так три дрона подрывает супер на main телепорт еще дрона подрежем одного а то и 2 до 5 суммарно 39 36 парабам лейер нерч делать надо роуч ворон делать вообще сейчас еще с глефами придут адепт вон 6 штук уже идет вперед да не я боюсь что супер 10 нерча в мясо загоняет просто и здесь ничего не сделать ему будет уже имеет уже меньше боевого вообще роучей поздно сообразил нерч делать скорости собакам нет видеть собак надо уже много чтобы все дело отбивать так поперли адепт на main или на вторую на вторую нет не заходит никуда супер в итоге не заходит третью решил отменить но это для нерча лучший вариант потому что это самое минимальное что он может здесь потерять то есть шанс так 10 а вебт Нужен great navigation теням адептов и чтоб КА кнопку прожимаешь чтоб эти тени PsyStorm автоматически кидали в РНЖ этого вижу вот это вообще нормально было бы ИК юнит хороший такой получился вот Так везде что-то адепты летают Ну не рча на мэне тут плетка есть С дроном адепты зашли начинают бомбить Один дрон давно стоял Халявчика давно наказать надо было Ну 9 дронов минус Неприятно там третий Нексус Плюс один в линк и мортво строятся Короче говоря У нерча что? У нерч рабочих строят пока Надо восстанавливать рабочих Ребят на секунду щас отойду блин Чё-то не все в тешь реально хочется Отлить Наши войска Атакованы Месторождение минералов Улучшение завершено Наши войска Атакованы Месторождение минералов Наши войска Атакованы Так Всё я здесь И чё я погодите Не привязал камеру Ни за кем что ли Косяк был Если так Извините ребята Вот Я думал Что просто Дотерплю Коего Что-то уже Только об этом Думал Надо было сходить Теперь Всё нормально Фарбола От нерча Хорошо по сталкерам Прилетело И блинг И глефа есть У супера Пробивает Камь 49-59 Так В это время Один адепт На мэн Тут пытался Залететь Пошёл В замес Дрона Выводится На сталкеров Танчет сейчас Дэмэдж 140 на 117 Более мету Сколько же филдов Там у супер Выставляет В сети имморталов Крайне мало У супера И нерч благодаря Этому отбивается Сейчас Причём отбивает И Ненормально отбивать 72-43 Нужно будет Контр-атаковать Ему правда Чтобы Какой-то дэмэдж Суперу нанести Почему У него рабочих Больше Сейчас В данный момент 8 дронов Нерч восстанавливать Здесь призма Пролетает С двумя адептами Мимо Четвёртый у нерча Готово Надо ли лезть Рабов сейчас Восстановить Как бы И нормально Всё будет Так Два сталкера На халяву Нерч Суперу забирать Королеву Чуть не сбили Геопризму Но чуть не считается Уверсиром Нерч видит Что Четвёртый Нексус Делает Суперы Нужно бы Ити Вот в том направлении Нексус Отменить Четвёртый Сейчас Реведжеров Будет 15 штук Плюс Северу Очень много Фаерболов Нерч любит Реведжеров Юнит Эффективный Как он Кидает Так Пару сталкеров Здесь подрезает Неч Фаерболами В молоко Так Кого-то там Привязал Что Привет Расплетать Спросить Не знаю Привет Пока Привет Привет Так Пошла Атака Фаерболы Ой Простите Фаерболы Спилона Уверчаж Очень жестко Здесь зашел Супер Суперский Еще есть Один Уверчаж Фаерболы Призму В тыл Там пошли Чудом Выживает Это призма Но на нее Черт побери Можно контролить Сейчас эморфа Фаербол Еще один По призме Нерч минус 0 155 92 Здесь Пилон упал Нексус Четвертый Если упадет Ну все Нерчак Тут замечательно Будет Фаерболы Еще кидает Нексус Один По Мазеркору Попал Ровно 60 полей Снял Все что есть У Мазеркора Соответственно Падает Нексус Фаерболы Еще в Нексус Пошли И сейчас Фаерболы Были в Мазеркор Было Неплохо Зилки И сталкер Один окружен Фаербол Куда падает Нексус Нерч подгрызает 174 Нет Смотрите Задавил Блин А так все хреново Да было Молодец Нерч умеет Игры тащить Мне казалось Что все Уже не вытащить А ведь вытащил Вначале Это вообще Все плохо было У Нерча Это значит Мы не будем Смотреть ТВП в финале Значит Мы точно ТВЗ Будем смотреть А вот Кто с Нерчом Будет Элайв Или Перекину Вот это вопрос Им недавно Нерча Помню Пробревал Хотя Еще рано Я хороню Или не рано Да нет Не рано 80 лимитров Да Дарки Дарки А не Хату Сейчас Здесь Сразу Вырежут Кстати Здесь Трансюзов Много Все таки Вырежут Для хату Или нет Трансюзит Нерч От трех Дарков Трансюзит Очень много Время Протянул Здесь Конечно Здесь Дальняя Есть база Вот А Нерч возвращает Дарки И там Режут Короче Дарки Сливаются Здесь Фарконов Две Плетки Спорка На Дальней На Четвертой Ну и Сто Семьдесят На Семьдесят Семь Сто Семьдесят На Двадцать Один Боевого Здесь Не просто Нечего Ловить Здесь Даже Непонятно Что Еще Супер Пытается Сделать В этой Игре То есть Как Он Сам Четвертый Некто Типа Но Если Потянул Да Потому Что-то И Сделал Навряд Нормально Третье Делается При Этому Другой Так Так КГ 2-1 Казалось Супер Выиграть Сейчас Но Нет Нет Я Четки Выиграл Так Прошу Прошу Прощи Нечего Ух 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 Север Азия Там Еще Юго-Восточную Вестели Третье 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 Так Захожу В игру Ну Все Все Здесь Поехали Третье Третье Так Так Ну Тут Короче Ребят Что Сказать Рипер Газ Первый Рипер Фактуца Цэшечка В орбиталку Второй Газ Здесь Абсолютно То же Самое Укину Элайва Это Будет Рис Счет Не Проставил Команда Одинаковая Можно Убрать Пусть Так Будет Никнэм И Показываться Все Пора Посмотреть Здесь Еще К чему После Этого Будет Финал Нерч Против Победителя Бо 5 Будет В финале Соответственно Ну Что Летит Мул Один Подох Со Временем Иссяк Я бы Сказал Даже Иссяк Время Кончилось Его Естественный Погиб Естественный Умер Смертью Своей Старкрафтовской Мул Этот Мне Линги Сгрызли Не Кто-то Еще Уничтожил Ну И Риперы Смотрите Друг Напротив Друга Стоят Там Смотрят И Жесты Там Неприличные Друг Другу Показывают Вот Хотя Вижен Не доставал Оттуда Но Все-таки Тут С горы Видно Наверное Сдалеке Может У кого Бинокль Там Поесть Так Здесь Илайф Идет Вперед Гелик Плюс Два Рипера У него Здесь Гранатки Выкинул Супер Аккуратнее Надо Через Кусты Но Через Кусты Проезжает Два Гелика Рипер Здесь Тоже Два Рипера Так Гранатка В общем-то Потерял Гелик Илайф Подрезал Рипера Даже Не знаю Че Выгоднее В итоге Рипера 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 Так Рипер В итоге Минус Еще Один У Кина Прилетел На Разведку Еще Десять Циклона Плюс Едва Рипера Живые Здесь Гелики Патрулируют Чтоб Рипера На Мэне Заскочили Где Не Могут Наподрезать Там Рабочих А Риперы Как раз Сюда И летят Танчики Есть У Кина Один Здесь Пока Танков Нет Сейчас Уже Будет Заказан Ревены Делаются Стима Тоже Нигде Нет Здесь Риперы С Один Рипер Дамедж Получим Можно Отрегениться И вернуться Туда Например Сейчас Было бы Сверху Уже Малеки Контролят Пред Лар Все В порядке Стримим Вардивик Сегодня GSL Супер Турнамент Был С Одиннадцати Утра Выложено Уже Запись Его Завтра Тоже В Одиннадцать Утра Он Будет Какой Турнер Абсолютно Так Два Ревена Уолайва Плюс Два Барака Три Барака Сейчас Заработает Реакторы Добавляются Здесь Реактор Еще На Старфорте Будет Реактор Один Перелетает Драк Второй Сюда Сядет Старфорте Реактор Где-то Сзади Видимо Еще Под себя Напилят Я так Понимаю Здесь Ревены Прилетели Пять Семь КСМ Потерял На роллом Мече Сейчас И Лайф Кин Прилетел А этот Лайф Ревен Не летит Никуда Он для Атаки Хочет Использовать Что ли Я не понимаю Да Похоже Какой-то Тайминг Будет Сейчас Что Это Будет Так Один Викинг Улетел Что там Ожидать Ну что Такой 13 Прилетит Другой Викинг Это понятно Один Даже С удара Убьет Зачем Он такой Там Висит Непонятно Два Медивака Танчики Стим Там И там Делается Два Ревена Врывается Здесь От Телайва Ну Танчик Пожалуйста Раз Пытаются Ревены Улететь Они Никуда Уже Не Улетят Ребят Зачем Такие Вещи Делать Не Зна Паравина В итоге Что Ну Укина Два Осталось Лайв Два Просрал Да 12 КСМ Убил Да Там Захарасил Надо Ити Добивать Получается Выходом Своим Щиты Делаются Атака Делается Тут Один Один Уже Укина Делается Кстати Говоря Лайв Приходит Сюда Займет Позицию Разложится Понятите У Лайва В чем Проблема Ему Наверх Было Заходить Хорошо У него Контроля Нет Воздуха Вообще То есть У него Танки Свои Не может Пропустить У него Нет Викингов И А у Оппонента Есть И Проблема Доключается В том Что Он никак Не нагонит По викингам Плюс Там и Ревена Есть Которые Могут Помочь И в Воздушной Битве Еще Выставив Там Дефенс Дроны Например Либо Турели По земле Они По воздуху Тоже Могут Решать Так Пробиваю Камень Через Камень Третий Хочу Подойти Да Не У Кина Здесь Все Хорошо У него Все Направления Прикрыты Просто Замечательно Так Щиты Сейчас Готовы У него Два Ревена Танки Везде Расставлю Не надо Лайву Лезть Ему Надо Грейды Делать И 200 Лимит Устремиться Уже Выходить 200 Ребят Так Опять что-то Разработка Зарешена Не могу Уж Куде Скопление Минералов Выработан Трудовым Подвигом Готово Так Опять Подбрил Сейчас Опять Подбрил Рабочих Сейчас Кин Короче Кин Видите По лимиту Вперед Вырвался Рабочих Побольше Немножечко По грейдам Он Небольшом Плюсе Будет 2-2 Хотя Здесь Атака На танки Делать Тоже Немаловажно Окей Вторая Инженер А вот Она Все Нашел Не сразу Заметил Ну В общем Неудачный Выход От Лайва Хочет Со всем Кин Принимает Его Здесь Очень Жестко Не Отпускает Никуда Так Канкет Элайв пытается что-то где-то предпринять. Блин, ну Кин и контроль воздуха. Ну, надо как-то этим пользоваться. Ему надо атаковать желательно. Здесь у нас, погодите, здесь дробщик 16 мариков. Ну, здесь сенсорка рядом есть. То есть пока на стиме будет забегать сюда Кин, Элайв среагирует. Да, вот он уже сюда двигается. И навряд ли что-то получится сделать. Сенсорку убивает Кин тем временем. Так, тут только каляву Элайв, конечно, дробки не напринял. По лимиту близкая ситуация. Туда и сюда сканы идут. Рейвены и Викинги совсем не применяются. Они должны впереди быть. Меди Элайки шатать постоянно. Вижен давать, чтобы сканы в ответ не кидать. И вот выгода к делу. А Кин вообще это не делает. Стоит, что-то купит, чтобы не понять, чего будет. Сейчас вот Викинги должны были задействованы быть в сбивании этих медивахов. Вбил, вроде как. Так, опять Кин собирается драться здесь. А входит сбоку. Неплохой фронт такой создал. Здесь пешим. Можно делать мариков. Стревает. Все, опять же, выгодно достаточно подрался. Вот так получается. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok У Кина 3-3, у Лайва только одна атака делается пока Стрейдам отставания будет Эту группу Кин не собирается отпускать уже, насколько я вижу Ну, мари как много Так, на третью забегание Здесь два танка всего, плюс еще четыре А че База боялся-то, емано? Пытаться сделать как лучше и просрать все Это называется была сейчас ситуация Стрейдам Лайва Просто, блин, на клике четыре танка Они даже не в Сидже были, они раскладывались Да, они точно один бы залп сделали Один, наверное, из четырех, даже пару залпов бы Танк сделал, ну просто подбежал И райт кликом чик-чик-чик пофокусил Да, Мариков погибло бы там штук Сколько-то, ну улетел он спокойно А так хотел хитро сделать Прибежали юниты и минус 0 Так, вторая атака у Лайва и на танки И третья броня на пехоту Не, ну Лайв пока держится По воздуху что-то здесь Как-то восстановить Хотя бы, я не знаю Подстроить викингов Хотя бы вровень по воздуху быть Иначе просто ему придется сканить До бесконечности, как бы Это очень тяжело делать Так, Кин идет вперед Еще раз он идет вперед Ну и Лайва очень много Танков прямо очень реально много Эээ, куда под Либератором все разложено Просто три танка закрошил Либератор сейчас С ССЭХа, смотрите, с мейна Одна улетела Одна здесь Вот, короче, в итоге Ну, примерно равная ситуация Здесь тоже ССЭХа Перелетела, да, с мейна На дальнюю базу 187,9 Несмотря на все это, как бы Лайву не удается продавить Что самое интересное То есть тут позиционная война идет И, ну, никак Лайву не продавить Вообще Кину, простите, куму Лайву Кину Полетел дроп Заметил это Должен, обязан заметить Что дроп полетел Если нет, то этот дом дроп может зайти Но, кажется, заметил все-таки дом дроп Загружаются марики Здесь танки нам уведут Но, конечно, чего ему не поставить Их было Не внимательно Все сразу Заранее поставил Первую долг Смотрите, все серьезно Так, у второго базового захода Кукина всего один танк И один либератор Кстати, здесь стоит отметить Надо подходить вперед Либератора минусул Лайвтанк минусул Викингов минусует И здесь два танка еще есть Кина меньше По лимиту стало Просто на ровном месте Игру сливают Как он умудрился это сделать? Ведь шел же в размен Как-то криво вообще шел В итоге Контер дроп этот гигантский Прилетел ЦСФ узбрил Наверх зашел И по лимиту на 40 Уже встает Что, на 35 боевого Убил Так, Кин наконец-то Убилает Лайва блокаду эту Один медиварк может быть улетит Да, улетел Что-то долго очень Лайв думал прежде чем Вот эту группу вывести Гриды абсолютно равные 3-3 и 2 атаки на танки Вообще Так, пошла атака от Лайва Пошел вперед он на танки Защит Не надо так ломиться Просто отдался По лимиту уже опять в ровень Танки еще ближе идут Под планетарку заходят Он отсылает Надо подсканить Подсканить нечего Здесь танки достанут Скан-то есть Да, пошел скан Еще толку Два танка уже вылетят Хотя не смотри В ответ По одного минус нуля Так, ну цеху лайфа простреливал Прирост есть Прирост большой Бараков Вот здесь без пристроек Они были недавно Добавил реакторы Ну цеха Ну с мэйна вот сюда Перелетает Все правильно Вообще Так, 20 минут уже Игра идет Почти что Долго что Они Ходят Ходят Туда-сюда Никак не могут Друг друга Добить Добавил реакцию Так Ну что Короче За последние базы Кинобитва идет Лайф кстати отдался Вообще в хлам весь Баз абсолютно одинаково Даже ЦТ-ки одинаково Перелетели Фактически Здесь Приреку это лайф И нам больше Танков Намного Чем у него Или иметь сейчас На 20 Больше боевого Становится А это уже Вот плохо Конечно Так Идет Вперед Вперед Скин Затесняет Элайва Просто Танчики Пробревает 106 116 Не без потерь Крича Лайф Вынужден уступить В общем Вообще Игра жесть идет Еще такая Экспансия Ползучая То есть Новые цехи Не строятся Все Вкладывается В продакшн Уитов Зато Перелетают Они активно На новые базы Вот эту цеху Можно перевести Тоже сейчас По-моему Спокойно Лайву Так Модальный Перевел Погодите Дистанс майнинг Ну цехи Рядом Нету Даже Так Позиционная Война Идет Так А у нас Ну танков У Кина Больше Здесь Вообще Всего Один Танков Война Кимец Лайф Пошел Вперед А куда Там Танков Игра Все Таки Домучили В итоге Лайф Просто Мясники На 8 Танков Маликами Терпел Бо Дропался Бо Нет В лоб Дерется Что-то Заходим во вторую игру Сейчас Маликами 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 Так, вторая игра, ребят Кин повёл 1-0 Хотя Лайф наверняка был фаворитом Экэффициента не успел глянуть, если честно Вот Пильню сейчас рекламку Ещё раз Ну а вы помните Слушай, мы от блоки просьба отключать Подписываться на премиум Ну и поддерживать меня и мой канал По реквизитам и сцени через плеер Сегодня после данного турнира Я всё, тормознусь ТСМ готов ТСМ готов Командный центр улучшен Смерть на пороге ТСМ готов ТСМ готов Так, статью с китайского, да Я только с корейского, если И то примерно Вот, плюс Плюс СМ готов Кто на новенького? Плюс сам спать я вас И хочу, ребят Вообще Руки единой Даже не знаю Как дотянуем финал Значит, это ещё полуфинал Лучше Блин, семь часов Блин, восемь Сколько Во сколько Кончится всё это Я думаю Уже в семь всё кончится А тут что-то они Долго мутузят Короче Это ТВТ Ещё сейчас 1-1 Будет Возможно Да, потому что Илайф очень сильный игрок И у него больше На одного рабочего Сейчас Ну, кину на два Боевого лимита ТСМ готов ТСМ готов ТСМ готов Так, пацаны 57-58 По лимиту Здесь два рабочих Минус Чуть циклоны приехали Ну, неплохо Здесь отконтролил Я смотрю Илайф Его циклоны Выжили Акин восемь Маликов Потерял Танчик Первый Появляет Третья Цецеха Уже попёрла Кина Газа Только Добавлю Ну, как-то илайф Остаёт Серьёзно Так, дробь циклончиков Нам и откинуть 4 КСМ Ещё подрезает Как же быстро Они здания выпиливают И юнитов Тяжёлой бронёй Минус газ Ну, минус циклоны С медиваком А 4 КСМ И газ На два циклона Медивак Это не очень Хороший Уже для кина Размен Цеха Делается Здесь цехи нет Здесь двухбазовая Какая-то элегантная тема Здесь бараки Только добавляется Ну, короче, бараки Там раньше Получается У Кина Он сможет Агрессивничать На Сейчас В ближайшее время На ранней самой стадии Пока цеха Не окупится Да и вообще Их перелететь Надо Для начала Начать добывать Встать на ноги Так сказать Жизнь Пронюпать Маленько Танк На марше Кто на нал believe Лан Пронюпать Эй Эй Продолжение следует... Продолжение следует... То есть здесь успеют марики прийти в этом направлении, это будет необходимо, в общем-то. Но кинг-центру там смещается сейчас. В это время марика пришел. Два газа отменил, выпиливает там, короче, рабочих. Марики убили один хп. Сейчас бы газ мог за 75 погибнуть. Просто это было бы не очень уже тогда, конечно же. Так, маленький минус. Сейчас бы... Погодите. Ай-ай-ай. Мышку сбил. Новая технология получена. Пристройка завершена. Так. Короче, Активе еще и тут кинг в центре. На стиме уходит. Да лайф еще без щитов. Щит и вообще что-то у него запаздывают, я вам скажу. Что он боится-то так боязливый. Там сенсор Тауэрки везде. Ну, третью тоже поставил, более позднюю. Ну, по лимиту близко. Хотя, вот, например, броня отставать будет у Кина. Серьезно, причем. Идет к третьей цехе сейчас. Ну, 3-д эпохи вот эти можно выпить безнаказанно, практически, кинуть сейчас. Он пришел, ушел, походил немножечко, не стал рисковать. То есть, прям в лоб, ну, как-то не стал заходить. Пять бараков здесь работает. Здесь сколько? Здесь тоже пять уже работают. Старпорт, факта. Грейды делаются. Вторая атака на танки пошла. Здесь, благодаря сенсорке, видите, рабочим спасает сенсорка рабочих. А ведь, если бы они погибли, то все. Но зато медиваки не спасают от кривого контроля Кина. Четыре потерял медивака. Четыре, блин, на муве. Там энергии было просто немерено. Как так можно убого контролить-то, емара? Рабочих отвел, а медиваки не отвел. Чушь полная. Так, и викинги сюда залетают. Медиваки домой полетели уже. Да, летят домой, но Кин пытается их перехватить. Перехватываешь? Что ж ты встал-то, Вася? Перехватываешь? Да, перехватил все-таки. Мариков выгревает. Здесь все принимают. Медиваки падают. Лайф в это время выход ко второй делает. А здесь что? Здесь ничего нет. Кин не успевает назад прийти. Это 1-1, скорее всего. Я не думаю, здесь какие-то шансы есть. Вот такого фейла. Цецеха погибнет точно здесь. Хотя нет, Цецеха не точно погибнет. Но грейды, депох, миллион. Ой, очень много ценного здесь всего на второй базе. Здесь соплайблок будет просто наглухо. Нужно отойти. Инженерки нужно забирать. Лайф что-то купит. Неужели он инженерки не нужен? Грейды делаются. Видно, ключевые здания фактически. Здесь дома просто выше крыши, поэтому и ушел. Ну, что за... Ну, не знаю. Что за бред-то? Выбей-то инженерки-то эти, ёма, грейды сбрей. Куда ты побежал-то? Главное, что на тебя не напали. Очевидно, что армия кина где-то рядом, там шастает. Тулаев все равно разбирается, так и говорят. Очень много имита кинут. Ими деваками еще улетают. Выбил бы инженерки. Вообще, 3-2 было бы в 2-1 сейчас просто. Ну, 3-2 в 2-1 не будет. Будет будет 3-2 в 3... 3-3 точнее, в 2-1. А будет сейчас 3-3 в 3-2. А потом уже 3-3 тоже. Так, дум-дроп от алаевого. Ну, здесь викингов пачка. Минус сразу медивак с 10-ю элемента. Еще один с 10-ю сейчас на мувердок. Короче, 3-3 дропнулся-то дропнулся, но только половина из того, что летело, короче, не половина, треть, прошу прощения, из того, что летело, погибло только из 6-ти медиваков. 4-е фактически полностью погибли. В это время здесь какие-то малики забегали. Танк минус мув, пока я уже увидел, как от него кушманы летят. Здесь викинги идут, плюс еще выход идет. Много танков тут, короче, у Алаева. Циклончик заходит. Надо вплотную подъехать. Циклончик подъезжает вплотную. Викинги садятся рядом с танчиком. Сканет Элаев. Здесь танки на пересидже. Поехали вперед. Элаев подлавливает. Танки минусуют. Три. Осталось всего два своих уводит. Просто 126.89. Им пока не сдается, но недолго ему осталось терпеть. Уже почти все. Привет, Глибо Крайм. Спасибо, что смотришь. Ну, твич в последнее время редко урубается. Много рестримов. Ну, вот в Арде Викле начал. Здесь в Арде Викле по-любому, но твич будут урубать. Вот. Так же, да, в еженедельник. Воскресенье много всего будет. GSL Super Tournament, но это без твича. Потом буфу СК с твичом. И наш еженедельник Астероид Скат. Мы в воскресенье. Воскресенье. Ну, нормально тут, ну, выпиливал. Alive. Планетарка делает 140 на 102. Добей ты его уже, ё-моё, сколько можно смотреть-то уже вот это вот хождение. Я не знаю, что должно случиться, чтобы кин... Не, ну, 67-83, ещё одна какая-то удачная битва должна случиться для... И тогда кин сможет что-то делать. Так, забегание на третью, на дальнюю, идёт. ССС-шечку просто встретить моментально. Не, ну, скрывает. Не, ну, скрывает. В это время на центре тут движуха. Кин проходит. Да он сюда на стиме ломануться. Просто видел, кстати, Live, что там СЦ перелетело. Нет, не видел. Здесь все рабочие погибли, 170, 101 полиметов. Там у нас планетарка получается. На мейне марики ожидают. Здесь уже везде, короче, всё ожидает. Танки сидятся. Всё, убегает вниз, даже Live стал париться. Там сплитить что-то прям. Полетел и отбился по преимуществу гигантско. 1-1. Третья игра сейчас будет. Так, прыгаю в игру. egy, ну, у перехода в игру. И не basket. Ры Таня в 2 되는 3? Продолжение следует... 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 Так, ну неплохо, Элаевовский риппер Излетит Элаев в предыдущих Играх другого цвета был, я так понимаю Заходит Элаев Ну тут укины, ёмка, танк пачки Два танка Пехота спереди и также Два ревена, то есть У Элаева все плохо Здесь в этой игре ЦЦ хоть только перелетел Так, два ревена на мейн залетает Плюс викинг Ну отогнал в общем к ним Все в порядке, здесь два танчика Всего стоит Ну к ним тоже не подойти Три марика перед ними подошло Добавляет два газа, кстати, укину Один почему-то газ на второй пока что добывается Странно, это очень Все в порядке Так, Ревен минус Полной энергии здесь Сбил Кину сейчас и лайф Это ошибка, по лимиту вообще вровень Только что лимита Было там 70 с чем-то на 71 на 50 Небольшим тоже как бы Не 20, 15 где-то Лимита примерно разница была И вот Кина ошибался И по лимиту уже равная ситуация Практически У Кина и Стим и щиты делаются Сейчас одновременно Но у Элаева тоже щиты ненамного Отстают, у Элаева уже и Стим Готов, то есть он с одной С одной пристройки получается Играл, и оба с двух баз здесь играют Элаева плюс один еще раньше Берет Элаев просто сейчас Так Ну и куда-то летишь-то болван Как можно быть таким тупым, ё-моё? Ну ты ж видишь, Марико, прекрасно Куда ты летишь-то, блин? Ну так как это объяснить вообще? О чем корейцы думают, когда такое происходит? Ну что он хотел сделать вообще? Я не понял Конечно дроп поддан нахрен Короче, с КСН-ками здесь отобьется Таким спокойно А в это время приходит лоп И унижает щиты В чем словил тайминг со щитами До щитов и лайвовских ГГ, ВП Лучше не надо тупых таких действий делать Ну Марик, идиот, поставь ты автотурель ее Блин Не пожалейся от энергии вообще Нет, он, короче, берет Просто на Марика летит И печаль Так, надо на Америку уйти Потому что там нерч Если бы были два корейца в финале То тогда, конечно же, было бы здесь Все, все на Европу пришли Сейчас, секундочку Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, нерч против KinoFInAL ребят, будет пять. Начинаем его мы смотреть. Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, ребят. ДимаTorzok Или, конечно, одного поймал ДимаTorzok 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 Это очень мало ДимаTorzok 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 Так, выдвигается вперед Кинг, готов нерчь или нет. Нет, я АХЗ вообще. Так, вот это светло, географию надо изучать. Смотреть будет горько, на какую широте. Смотреть во сколько закат, во сколько рассвет. 6 апреля. Да, 6 апреля. Вот. Выход идет мощный такой от Кина. Нерчь вообще без бейлингов здесь. А как ему отбиваться, я даже без понятия, если честно. Надо низ хотя бы выбить. Сверху Марика уж, по-моему, выбьет как-нибудь, там нет. Пошла атака. Очень много танков. Блинги пытаются проскочить прямо внутрь стражи. Фаерболы заходят, два танка нерчь минусуют, но здесь банши есть, которых нечем минусить не прятать. Или есть? Так, фаербол в молоко, королева была. Ну все, ну все, ну все, королева. Сколько минус, здесь банши убивают. Или не убивают, нет. Так, ну нерчь отбился, четвертую хату спас. Один один есть, там у Кин тоже один, а еще два два будет. Пробиты камни. 2-1 делается, в общем-то, и что тут говорить. Вторая броня, если че, ну нужно кубать, то есть хайв свич в ультру будет, видимо. Крипа не так уж много. Крип желательно поразливать побольше нерчу. В центре так вообще он в один крип тумор всего. Ну, ролучи реведжеры, они, конечно, не так от крипа зависят, как в Линго Бейлинге, с другой стороны. Бейны на крипе и без крипа, ну, вы понимаете, да, это докатится или нет. Но эти-то тоже быстрее бегают. То есть для всего любой армии зерковский крип очень важен. Ну, ролучи реведжеры, они без крипа могут неплохо подраться, теоретически. Так, тройной дропчик на мейн залетает. Плюс, плюс две банши. Ну, здесь так, здесь роуще четыре уже прибежало. Банши пролетают, баншу покусить нет. Сейчас одну, вторую пытаются откусить, вторую нет пока. Семидесят три, сто сорок и ультра-алискерн пошел. Нет, гофу СК не буду стримить потом. Потом все. Потом прервусь. Так, вот сейчас тут можно было подловить, но никак-то. Ах, таааааааак. Так, на мейн дропчик здесь особо не зашел. в это время в центре крип вообще наглухо весь выбил Кин Нерча инфестер есть, у Нерча 4 ультрала все делается, Кин, кстати, 4 уберет базу надо, как мне кажется, сейчас с ультрой, как уникальная броня будет, и ультра готова и выходить, собственно, Нерчу вперед и собаки на халяву танчики пытаются подбрить, Нерч забежал что-то наглухо, собак сводит у меня удается не только собак вообще Нерч, чтобы пол армии своей слил, и ровущий реведжеров насливал, еще 4 ультрала в итоге у него, по лимиту-то сравнялся сейчас, Куа попертый, ема в итоге фаерболлов не будет по либераторам кидать нечего а что кроме фаерболлов контрить либераторов, а ответ очевиден, ничего блин, Нерча неплохо сейчас с фаерболами прижег Нерч реведжеры все-таки есть не в тех, он просрал пусть пару роверов теряет зачем было так бездарно, конечно, сливать собак видел же, что надо отступить в какой-то момент пораньше надо было немножко отступить на начало, я же думал, там танки уехали сейчас с собаками на халяву вот прямую здесь так, ультрали скилинги в тыл пытаются зайти к тирану пошла атака вот ультрафы, тут чтоб отсюда бы бежали так вообще бы замечательно было ну тут и так, Нерч вроде как сбривает 1504-132 по лимиту фаерболы проходят, но опять же это как это, Слай с киложуром бегал тоже под либераторами так и здесь получается вроде все сбрил либератора остались и наминусовали там просто нереально хоть био под землей уже и нету месторождение минералов выработан сейчас рванет рубить режим готов Так, ну тут несколько ультралов плюс несколько лингов на третью прибегают Ультрал такой через депошечку проходит Куда? Может на мэн еще пробежит на халяву? Мародера еще успел минуснуть Не повезло пацану столько армии И одного его минуснули Три караптора Они сейчас 79-149 Все-таки нерч ведет здесь Блин, кстати, ставки были Посмотрите, какие эфициенты взяты Месторождение минералов Выработано Месторождение минералов Да, ставки есть Но сложно мне сказать Недавно нерч кину проигрывал Насколько я понял Вообще, конечно, мне кажется, он говорит О Ну, здесь американский сервер Ну, хотя там тоже онлайн был Тоже, как бы, кинга игра получается Американский для всех более-менее нормально Ой, опасный дроу Семь либераторов И четыре медивака Залетает Ну, тут нерч изи приходит Убивает Калибераторы чё-то трёх накрошили Куда караптеры полетели, пёс-то ё-моё Чё он делает, всё я не пойму Улетел, взял караптер Упустил либераторов Ну, что за чушь вообще нерч делали Медивайки все сами слились Только, а Либераторы-то ушли Кстати, караптеры теперь как либераторы С такой же скоростью летают Что интересно Акселерация у них больше То есть кайтить на В движении можно, получается 102-86 Либераторов нерч всё-таки отловил Странно, что к ним просто не улетел Зачем он назад развернулся? Он не знает, что я одинаковой скоростью летаю Летает, что ли Так, опять привелась вся армия движения нерчёвская Сейчас 3-3 будет Милишная армия Одна оранжовая Есть такая, одна на воздух появляется Уже приходит нерч на дальнюю На планетарку Заходит вперёд Микос будет Микос по либераторам попёр Микос по наземным попёр Караптеры минусуют либераторов И очень неплохо Микос по 1 где-то там сзади был А вот 2 минуснулось Минус, всё, минус кин судя по 120-180 Или ещё рано об этом говорить Да, сверху ультрала минуснул Смотрю Караптеры Зелёнка Сюда Слишком большое преимущество Там до заказа ещё Нерча 1-32 на победу В прошлый раз кин выиграл Ну посмотрим Пока 1-0 Ну это ничего не значит Сюда Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Да, Роуч пойдут, сейчас 5 штук. Нужно прийти так, чтобы дроп еще не полетел. Рипера пытаются поймать, пробую поймать. Что на новенького? Продолжение следует... Так, где Рипер-то? А вот, ловил, ловил Нерч Рипера, с Ксилнаги прогнал. Роучи что-то по разным вообще направлениям вперед двигаются. Сука, Мариков вообще. Давайте посмотрим ситуацию. 9 Роучи, 12 лингов, сейчас будут реводжеры. А, загружается Тиран. Полетел вперед. И что в итоге? В итоге Нерч приходит с Роучи. А, понял, я чуть не понял. А, Рипер-ксилнагу проверил. Вот как он понял. Проверил Рипер-ксилнагу. Марики со Стимом, ребят, но... Без щитов пока. Поэтому Роучи, реводжеры, чрезвычайно для них опасный юнит. Но, если грамотную позицию занять... Если занять грамотную позицию... Треводжеров побольше Нерчу бы, если бы пригодилось. Для чего? Да для того, чтобы фаерболов побольше кидать на Мариков зашло бы. Замечательно. Да, если хоть один попадет... Ой, минус Марик, например. 50-70 полиэметров. У Нерча там третья хата. У Нерча там раскачка экономики идет. Вышел циклон первый у Инна. Но, знаете что? Контратака может быть опасной. Очень опасной. Потому что боевого лимита одинаково. Хотя, симировый щедел. Да и парабам 35-24. Жить за преимущество смешное такое. Один из рабочих против тирана с двумя мугами. Это не преимущество. Бегомар! ССМ готов! С трудовым подвигом готово. Кто-нибудь вытащит меня отсюда! Интел готов! Так, ну что же. 58-80 полиэметров. Нерча плюсик. 52-34 парабам. Есть третий СССР. Хэш делается. Грейды раньше у Кино. Намного отличается раньше. Или подчеркивание. ГГ активировал премиум на ваш канал. Илья. Спасибо, Кызи. Купили. Что-то у нее чат тут адский тупёж. Короче, королевы вперёд идут, отдаются. 58-38 полиэметров. Полиэметров у нее всё ещё в плюсе. Спорка перекапывается. Достанет ли она до минки, да, этой? Да, достает до минки. Королева приходит. Ну, залп по одной. Ну, от TransUser ее ничего. Сестры! Сво... Её же. Инъекции пошли. От Нерча парочку он сразу кинул, по-моему. Кстати, нигде не показывается счётчиков, сколько уже инъекций там накинуто, блин. Надо и здесь циферку вывести, походу. Хотя бы для серверов. Так, раскачивает третью Нерчосу. Броня есть. Делается атака оранжевая. Нужно броню заказывать. Пошли инфестейшн. Шпиля нет и не планируется. Ну, а тут Арморей 2-2 сейчас будет. Укина. Третий ЦС полетел. Здесь засрано всё на третий. Он сейчас не убьёт кингу. Быстро овера. Там крипс пойдёт быстро, на самом деле, достаточно. На мейне. Ручья охраняет пустое место здесь. Ну, кстати, четвёртую, получается, сохраняют. А на мейне, кстати, королевы стоят, могут отдаться. Продолжение следует... так прости минусы кингер вперед плеть что-то я ребят уже подустал реально за сегодня мне вообще или живой короче так 148 141 ультрал каверн делается 21 милишные делаются крипа у нерча достаточно много ким не хочет ошибиться зайти далеко на крип вот сюда они действительно ничего заходить отсюда отсюда попереть могут там с тыла где-нибудь сныкаться а вот здесь-то крипа нет например и здесь может зайти очень неплохо неплохо фаербулами нет сейчас мариков накрывает пачку инфекторы под землей стабильно пухают постоянно сканить надо чтоб выбить например ультралис каверн готов грейд ультралом 2 ультрала сразу поперли грейд сколько у нас 79 секунд делается ультрала 39 ну да грейда ему лучше не драться конечно пока нет газа на третью враню у нерча но ничего страшного там нет так конечно маленький ты чё здесь стоишь бегает поссать зашел здесь маленьким а сам гасится чтоб не заплевали его всякие там ультрала не загрызли и треск какой-то подныкал сюда даже не видно на карте красный стоит а так не овер минус на 4 что нержи газ не добывает почему-то не понимаем почему третью броню на кс заказал в первых область уходила ска когда будет готов он скоро будет готов 6 4 секунды а второй куголь заказывать сколько ультралов уже 33 не так уж много но лимит она большее количество нет принципе и три неплохо зайдут на самом деле уникальная броня через 6 секунд красы кугать и броня уникально порядка ультра поперла у танчиков очень много потому кино заходит ультра под сплэшом гибнет вся ультра но роучер реводжер это сминает в это время танки сплэш мишка карают здесь ну так один из танка остался фаербулы зашли мимо только фаербулок 5 ультралов 32 линга 6 ультралов 32 линга у стрэнджа у стрэнджа неча уже и стрэнджа приплюг да ультра поперла уже буй 170 на 129 включение сейчас если кино сбривает а он сбривает то это 2-0 скорее всего цц у четвертого отменяет нерги спокойно эскейп нажмет кинда нажал эскейп а давить нерги будет дальше должен давить по идее цехату ставить да вперед идти ультры 7 штук и 4 делаешь 8 и 4 2-12 хватит столько тэма сюда мода пошла одних ультралисков сейчас строят в принципе тиранда на биллу завис поэтому одних и строят ультралисков судя по всему пятый он нерч подкинул прям берет здесь снизу заходит здесь два либератора есть прям под либератор два утрали сразу уж не надо будет либератор так нагло идти один дома остался плюс спорки есть как бы сейчас одного ультрала достаточно чтобы тройной вот такой дроп неполный он бить вообще в легкую даже полный особенно если он поймает на разгрузке видишь если разбудится то уже тройной ультралу убьет но пока убивает там успеет подоспеть все что угодно успеет подойти и успеет подоспеть говорю караптер у нерчана забегался понадежней хочет короче с караптерами хочет давить ну может и правильно оно вот этого либератора дэмэджа много нанесут так и и и неплохо нерр здесь на хату на четверку выходит его оппонент ему спривать нерр что-то видит на заходить с караторами чего бояться то уже будет нерр жаться то нет неизвестный поддержал ваш канал на 500 рублей так спасибо неизвестному что за неизвестный пошел замес гг 2.0 снес нерр вообще жестко ну правильно дождался караторов и заминусовал просто-напросто спасибо за поддержу всем еще раз так третью карту варди создал а Продолжение следует... 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 будет выход делать на роучер элджерах такой ранее на скорости и переход во что-то еще там шпильмуж еще какой-то я не знаю броню делают броня это выгодно для всего можно свечнуться в собак они будут уже с броней получается до ультралы будут бронированными в перспективе там коготь доделать атаки броня у зерга на всех юнитов распространится как вы понимаете здесь элджеры либератора встретили про угнали своим видом тупо и присутствуем почему то что если он был разложен то уже никуда бы не улетел соответственно так пытается кинчу тут найти ну лишь внимательно внимателем 68 118 полемен часто цеха третья полетит не спали тогда летится цех смотрите и все это знак идти вперед для нерча он идет вперед где либератор кстати один дом оба дома кто приходит на ксилнагу не 124 на 7 и 6 да не ребят это 30 и это не обсуждается не кин ты хочешь пообсуждать конечно мы это видим танчик первый готов а то сейчас можно и не продавить так фаерболку танчику пошел блин и здесь не достал что нечто творить вообще ты чё творишь то вот из под либераторов хоть выдевать ты чё делаешь то вот это да я просто в шоке алис туринга нет умудряется отдаться здесь бомжовым контролем просто абсолютно просто бомжовым контролем дает шанс просто кинуть еще тыс он просто не убил 120 в 70 сейчас только вот реально была правная ситуация кинг унизил бы за такое ну блин начальная преимущество по нерча есть не дает кину ничего сделать здесь возможности как бы с этим не ну как он сейчас просто слился тупо короче говорят вообще жесть уже все гигаги кин собирался писать наверняка но понимаю что пришло но блин постарался по контролю я отбился так и с порками относится няч здесь и здесь можно еще и нужно там здесь пильнуть и здесь короче весь периметр будет перепрыгнуть назначенную пролететь минут через год один неделок время вот так здесь маленько королева уже в 2 хп у нее осталось это время четвертую раскачет преимущества гигантская у них чахаев там креды 21 делаются там 22 только заказано не то что они не лучшим как бы в какой-то момент они лучше будут 21 на 11 там так вообще с порками плотно не обнесся четыре так ну здесь вот смотрите здесь то надо еще спорки делать здесь пролететь можно легко достаточно ультралис кеверн готов уникальная броня ультре пошла нужно адреналин делать нужно шпиль делать получается нужно грейды делать сейчас нерчу но он тратит все по 1 кстати мариков малого ловера бросился сидеть сейчас так зачем было лезть так убить надо было лезть то там надо было потому что нет смысла терянуть такую игру но надо было нормально лезть то есть нерча очень быстро строчит фаербол и он видимо мышкой водит как бы то есть он сейчас фаербола на рампе кидал как будто по то есть на быстрый вот этот проказ как быстрый вар допустим забейте жены у нерча то есть уходят марики ты просто жмешь кнопку фуку так мышкой провел а они как бы ну кинулись в линию по микозам по марику а здесь надо было на одну цель а он провел как бы один не попал либератор выжил там та же история с танком вот эти два косяка жёстких они просто решили фаерболы падают мало как чуть нерча косяки с фаерболами в этой игре не такой слив лимита нерча что кин сделает он пытается пушить как бы просто преимущество настолько было гигантским что даже после этого слива лимита у нерча преимущество осталось продолжается движуха заходит ультра что там кин ничего сделать не мог не надо было дождаться чего-то нет просто флам сминает кинутайси варень какие варьбут покосил его вася даму дает извините вася 3-0 ребят вообще в миссину просто в миссину забрел так это очень были для за сегодня очень сонные мертвые короче стоп-старт не буду делать без задержки врачи просто стопа ну в общем ситуация какая завтра в 11.00 gsl супер турнамент вот и приходите черт побери его смотреть а вечером 20.00 vcs квалификация региональная будет вот до какой стадии кстати она яхо за кстати до какой получает завтра стадии будет она ну часть лузеров видимо завтра не знаю получит кто-то квоту завтра или нет наверное да а может быть еще нет все ребят поздравляем нерча всем спасибо за внимание в 11.00 завтра начало увидимся